После жесткого предупреждения со стороны Азербайджана Иранской Республики, поставки в Карабах иранских фур значительно сократились. Президент Алиев неоднократно говорил, что нам неприемлемо, что без нашего ведомства на территорию Карабаха заезжает колонна иранских машин. Строгий протест Иран услышал после того, как двоих водителей задержала азербайджанская сторона и предъявила протест. Затем Иран начал показывать оружие, проводить учения и угрожать своими ракетами. После того, как Иран понял, что Турция и Пакистан, а также Израилю это не совсем понравилось, стал вести себя потише. Российская сторона, поняв, что пропускает чужие машины на территорию Суверенной Республики Азербайджан, и неприемлемость, которую не потерпит Азербайджан со своими союзниками, Россия перекрыла хоть и на время поставки в Карабах. И как и во время войны, под названием «гуманитарная помощь» вновь поставляют грузы в Карабах. Ситуация не из простых, но в России это понимают. Держать баланс в регионе становится сложней. Страх удержав Армению и потерять Азербайджан становится все явным. А значит и баланс удержать будет непросто, пока события развиваются в рамках стратегических союзников. Но впереди будет стоять очень непростой выбор, который Россия явно понимает. Взять Армению и потерять с Ираном, который задыхается в санкциях, как и сама Россия, либо потерять Турцию, Азербайджан и имидж на мировой арене. Выбор не из простых. И то, что после этого жизнь в Карабахе наладится, могут говорить только те, которые хотят это увидеть. В реальности это все равно, что держаться за веточку, когда тонешь. Тут Армении явно не позавидуешь. У нее то выбора нет. Россия и только Россия. Жить в блокаде, когда въезд и выезд из страны указывают соседи. Дорога в ту же Россию проходит через Грузию. А та в свою очередь может пропустить или же не пропустить. Турция и Азербайджан закрыты, а через территорию Ирана далеко не уйдешь. А это значит, что выбор у Армении один. Россия и ее гуманитарная помощь. Быть настолько зависимой от другой страны это все равно, что потерять суверенность. Кто в этом виноват и почему так сложилось это армянский народ должен спросить у своих предыдущих правителей, а не радоваться подаркам из Москвы.